Сегодня в студии Саха-Медиа вице-президент фонда Сколково по региональному и международному развитию Юрий Сопрыкин. Юрий Александрович, здравствуйте. Добрый день. Сколково состоялся в форум Nobel Vision. Как вы оцениваете его итоги? Проекты и разработки представленных на нем отвечают требованиям времени? Вы знаете, этот форум это такая реинкарнация большого форума, который мы делали несколько лет подряд до открытой инновации. В этом году мы решили придать ему немного другое звучание и собрать туда Нобелевских лауреатов. И традиционно этот форум, который был призван поговорить о трендах, поговорить о каких-то перспективных направлениях. Ну и безусловно разговор, который состоялся с участием Нобелевских лауреатов, людей, которые, наверное, как никто другой могут предсказывать будущее. Это, наверное, всегда разговор содержательный для нашей повестки. Это всегда важно и необходимо, потому что мы работаем со стартапами, с технологическими компаниями. И для них крайне важно, критически важно видеть будущее, видеть технологии, видеть перспективу. Потому что если ты этого не видишь, то, соответственно, и бизнеса из этого никого не будет. Поэтому я оцениваю результат этого форума достаточно высоко. По ряду направлений были очень интересные дискуссии по будущему электроэнергетики, по биомедицине. И, естественно, отдельное место заняла повестка ESG, сейчас актуальная в целом в мире. Да, все, что связано с экологией, с технологиями, связанными с экологией. Вот. Что касается разработок, вы знаете, к сожалению, у нас в этом году в силу объективных ограничений пандемии нам не удалось сделать такую большую, широкомасштабную, как мы обычно делали, такую выставочную часть. И мы больше сосредоточились на содержательной части программы. Но, тем не менее, у нас в содержательной части программы, в сессиях участвовали и стартапы, участвовали наши индустриальные партнеры. Поэтому, ну, оцениваю, я лично оцениваю итоги форума достаточно высоко. Ну, это даже не моя оценка, скорее, это оценка той аудитории, которая смотрела, у нас там несколько миллионов просмотров, значит, несколько сотен человек, опять же, просто в силу объективных ограничений, физически посетили этот форум. То, что Нобелевские лауреаты откликнулись и поучаствовали, тоже определенная оценка той программы, которая была фондом Сколково сформирована. Если смотреть в процентном соотношении перспективными из представленных разработок, сколько являются, на ваш взгляд? Все. Все являются? Ну, конечно, задача, значит, всей нашей работы сосредотачиваться, в первую очередь, на перспективных разработках. Другое дело, знаете, это же всегда очень сложно оценить в сегодняшний момент времени, насколько эта разработка перспективна в будущем. Да, мы стараемся, мы привлекаем экспертов, в том числе и вот Нобелевские лауреаты, которые говорили о каких-то перспективах, значит, они говорили о том, я надеюсь, что компании, которые участвовали, они тоже соотносят то, чем они занимаются, с тем, о чем говорили люди, которые понимают в трендах. Но, в целом, конечно, наша задача, в первую очередь, работать на перспективу, потому что мы получаем часть государственных ресурсов на нашу работу, поэтому не имеем права сосредотачиваться на чем-то, что в перспективе не даст результат. Ну, а, в общем, как это будет на самом деле, уже время рассудят, сложные вопросы. Делегация из Якутии тоже приняла участие в форуме. Скажите, вы ознакомились с их проектами и считаете их, насколько, скажем, имеющими потенциал? Вы знаете, традиционно делегация из Якутии принимает участие в большинстве наших крупных мероприятий. В этом году в делегации делегацию возглавил глава Асен Сергеевич, мы всегда благодарны, всегда рады его видеть. Был министр цифрового развития Анатолий Аскалонович, был Петр Габышев, руководитель технопарка. Поэтому мы всегда с большим вниманием к нашим партнерам относимся. У нас были переговоры. Мы, честно говоря, скорее сосредотачивались больше не на каких-то разработках в переговорах с Асен Сергеевичем. Дело в том, что в этом году 10 лет, как Якутия, официально сотрудничать с фондом Сколковым было соглашение. Поэтому мы обсуждали итоги этого соглашения, обсуждали то, как мы будем работать в будущем, то, как мы будем продлевать это соглашение. Поэтому, скорее, наша дискуссия здесь строилась о результатах сотрудничества. И о перспективах. Если говорить все-таки о представленных проектах, глава Якутии заявил, что Якутия может стать углеродно-нейтральным регионом и войти, как он сказал, в сеть создаваемых в России карбоновых полигонов. А что для этого нужно сделать? Ну, знаете, мне здесь сложно комментировать планы Якутии. В том смысле, в какой части они сейчас находятся по реализации. Да, есть ли какие-то деньги на это выделены, понятно ли, там площадки, где это будет. Что я здесь в целом могу сказать? Ну, безусловно, Якутия, наверное, один из, ну, во-первых, самый большой субъект Российской Федерации. Безусловно, если говорить о предпосылках по углеродной нейтральности, по экологической повестке, имеет, Якутия имеет абсолютно полное право в этой повестке участвовать, по причине, в том числе, большого количества лесов. Как мы понимаем, лес достаточно серьезное место занимает в углеродной нейтральности. Другое дело, что полигон, это же всегда, ну, такая конструкция из нескольких элементов состоящая. Это же недостаточно, значит, иметь только леса для того, чтобы экспериментировать с тем, как там эмиссия газов происходит, там их поглощение. Есть вещи, связанные с почвой, есть вещи, связанные с морем, есть вещи, связанные с измерительными приборами. Но самое главное, это не только инфраструктура физическая, таблицата, они, понятно, вне зависимости от нашей с вами работы есть, да, но самое главное, это научная составляющая, самое главное, чтобы были кадры, которые, кадры и технологии, которые способны эту задачу решать. Но я думаю, если глава заявляет о том, что есть такие планы, то, безусловно, эти планы, наверное, имеют право на реализацию. Могу от себя сказать, что мы плотно занимаемся, плотно занимаемся повесткой экологической. У нас вот сегодня, буквально мы с вами разговариваем, у нас сегодня финал проекта нашего большого экологического акселератора GreenTech Startup Booster. У нас там порядка 150 проектов в финале из других стран, не только из России. Вот, поэтому здесь, что точно Якутия в нашем лице может видеть, так это видеть надежного партнера по этой повестке, когда сам субъект выработает подходы в том, как эти полигоны будут организованы, мы с удовольствием поучаствуем и технологические, и научные, и консультационные в этой работе. Якутия и Сколково сотрудничают уже 10 лет, как вы сказали. Скажите, насколько это сотрудничество плодотворно, и как оно реализуется, в чем состоит? Действительно, мы за 10 лет прошли очень большой путь. Я думаю, что, во-первых, каждый из нас, и Якутия как субъект, это инновационная инфраструктура Якутии и инфраструктура Сколково за 10 лет. Можно сказать, что как в отдельности, значит, инновационная инфраструктура Якутии и мы, мы состоялись, но я уверен, что мы состоялись и как надежные партнеры, потому что за эти 10 лет мы видим, ну, что мы видим самое главное, все-таки наша задача основная поддерживать технологические проекты и делать так, чтобы они развивались. Если вы посмотрите в 10 лет назад, что было на старте нашего сотрудничества, ну, было не так много, да. В целом, тогда этому внимания уделялось, наверное, сильно меньше, чем сейчас и на уровне государства. Собственно, это была одна из задачи Сколково, которая создавалась, чтобы концентрировать это внимание. Да, нам приятно, что в этот же момент и в Якутии принимались такие решения по запуску технопарка, по поддержке технологических проектов. Создавались фонды, создавались другие элементы поддержки. За эти годы нам удалось, наверное, переварить там несколько десятков компаний. Ну, вот сегодня порядка там 19 компаний являются резидентами Сколково из Якутии. Да, мы видим большой потенциал. То есть я бы здесь даже не хотел говорить о какой-то цифре в моменте, может быть, она не кажется такой большой. Но самое главное, что создана инфраструктура. И сегодня вот я только что приехал к вам сейчас из технопарка, встречался с действующими нашими резидентами и с будущими резидентами. Самое главное, что мы видим перспективу. Я не хочу рассказывать там за 10 лет в каком количестве мероприятий мы поучаствовали, потому что все-таки это тоже большой объем работ. Мы сделали там, не знаю, сотни пич-сессий. Там Якутия традиционно, как я уже сказал, участвует делегациями большими во всех наших крупных мероприятиях. Мы совместно поддерживаем проектами, в том числе и грантами. Мы только эти проекты за последние несколько лет порядка 270 миллионов рублей выручки получили. То есть это те проекты, которые уже работают, как-то развиваются. Это нам очень приятно. Но самое главное, что мы за 10 лет создали устойчивую, хорошую базу, которая позволяет нам смотреть в будущее. И самое главное, что компании появляются, история развивается, и мы дальше будем эту историю поддерживать. А каков механизм попадания резидентов технопарка Якутия в Сколково? Какие параметры они должны соблюдать? Это выручка, привлеченные инвестиции? Нет, вы знаете, для того, чтобы подать заявку, и технопарк Якутия, являясь нашим региональным оператором, здесь есть коллеги, которые хорошо этот процесс знают и понимают. Собственно, это была одна из наших задач, особенно для удаленных субъектов, таких как Якутия. В целом, Дальний Восток, когда мы присутствовали здесь, создавали, была задача создать локального представителя, и чтобы коллеги здесь на месте, значит, очень хорошо понимали, как работает Сколково. У нас есть, значит, в технопарке Якутия проектный менеджер Григорий Зорин, который очень четко понимает все наши процедуры, и любой компании, любому стартапу, который сюда приходит, он очень четко на пальцах объясняет, как это сделать. То есть не надо лететь в Москву, не надо куда-то дозваниваться, что-то написать, значит, собственно, для этого мы эту инфраструктуру и создавали партнерскую. Какими параметрами должен обладать проект? Ну, во-первых, он должен быть инновационным. В основе него должна лежать какая-то технология, технология прорывная, потому что мы все-таки поддерживаем, в первую очередь, что-то, чего до сих пор в мире не изобретено. То есть это должно быть патентно пригодное решение. Второй вопрос, что на этом решении можно и нужно заработать деньги, потому что все-таки Сколково и технопарк Якутия, мы не про фундаментальные исследования, да, с таким неочевидным результатом и длинными циклами. Мы про то, чтобы люди делали деньги на своих идеях, на своих разработках. Поэтому очень важно, чтобы было понятно, как на этой разработке зарабатываются деньги. Дальше важно, конечно, оценивать себя в конкурентном рынке, понимать, где твои конкуренты не только в России, но и в мире, и уметь описать это пространство, и уметь описать, а где ты будешь в этом пространстве, какую долю рынка ты хочешь занять. И четвертый параметр – это, конечно, команда. Очень важно, эксперты наши всегда смотрят на то, что за команда, что в бэкграунде у этой команды, чем она занималась до этого, какие сильные стороны. Эта процедура несложная, надо просто описать вот эти вещи, о которых я сказал. Собственно, технопарк Якутия может помочь любому проекту из Якутии эти параметры описать. И потом в течение нескольких недель эксперты голосуют, и нам приходит ответ, что да, этот проект заслуживает внимания, и дальше уже запускаются процедуры по его регистрации в экосистеме Сколково. Ничего сложного нет. То есть, будучи в Якутии, они уже являются резидентами Сколково? Да, конечно. Ну, вот, как я уже сказал, 19 компаний на сегодняшний момент, якутских компаний являются резидентами Сколково. На ваш взгляд, на какие проекты и в каких направлениях нужно обратить именно внимание в Якутии с точки зрения региональной особенности? Вы знаете, ну вот есть пара традиционных отраслей, значит, в Якутии. Я всегда считал, что надо всегда концентрироваться на тех вещах, в которых ты и силен. Значит, ну, понятно, исторически сложилось, и слава богу, что в Якутии сильно IT-отрасль. Да, есть крупные компании уже, лидеры, там, Майтона, Индрайвер, другие компании. Есть системная работа, что мне тоже очень приятно, значит, есть системная работа со школьной скамьи по IT-тематике. Я думаю, что это является залогом успеха. То есть, очевидно, что сегодня экспорт IT-проектов, IT-индустрии для Якутии – это один из приоритетов. Собственно, ну, и парк-то технологически называется тоже IT-парк. Поэтому, безусловно, эту отрасль надо поддерживать. Внутренний рынок маленький Якутии, внутренний рынок Дальнего Востока маленький, да и внутренний рынок России небольшой. Я думаю, что в этом есть некий феномен якутских айтишных стартапов, что они сразу целятся в глобальный рынок. И это вообще очень правильно формулировать себе так задачу, не ограничиваться только своим каким-то местечковым представлением. Вторая отрасль, которая традиционно сильна, это отрасль, связанная с биомедициной, потому что тоже есть объективные предпосылки. Там много растений, много плодородной базы. Вот я сегодня был в Северо-Состочном федеральном университете, смотрели разработки, связанные с БАДами, связанные с другими биомедицинскими стартапами. И такая серьезная для Якутии вещь, направление. Хорошая научная школа сформирована, хорошая лабораторная база сформирована. Поэтому я думаю, что на этом направлении надо, между словами, концентрироваться. Плюс, конечно, арктическая зона. Все-таки это уникальная вещь, не так много стран, не так много субъектов даже у нас, где есть такого рода объективные климатические вещи для испытаний, для выращивания чего-то. Вот о том же Ягеле сегодня говорили, или о каких-то редких растениях, которые характерны только для этой климатической зоны, при этом обладают уникальными свойствами. Поэтому я думаю, что вот эти направления, они конкурентны. Безусловно, конкурентное направление это альтернативная энергетика, потому что здесь плодородная, хорошая почва с точки зрения использования технологий. Да и в Якутии, наверное, альтернатив-то нет. Нельзя дотянуть в каждую луз и в каждую точку энергоресурса. Поэтому надо заниматься и солнцем. Солнца, благо, много, надо заниматься и ветром. Поэтому я бы на этих направлениях видел бы концентрацию усилий. Юрий Александрович, спасибо. Спасибо большое.